всем привет друзья сегодня мы мы зачистим просьбе будем собирать кресло качалку отдых простой планкой под ноги но она собирается без всяких шаблонов просто на сырой собирается перетягивается утягивается вся растяжками сушится примерно несколько дней в сушевке потом уже оплетается то есть для этого нам надо будет всего лишь вот такая струкцина сейчас я его поближе покажу и все и размеры которые в принципе берут свои головы размеры все классические возьмите любой стул померите у нее размер от 38 сидений до 42 классика обычно то есть ничего там такого заумного нет смотрите дальше вот друзья обычная труба 110 струкцина который затягивает то есть мы сейчас огнем здесь палку нее и будем сгибать рамку будем сгибать ноги на кресло качалку и все не надо там сотни шаблонов как многие делают вот достаточно одного я выпускаю наше производство выпускает где-то порядка 16 17 моделей кресел качал для них надо будет если делать шаблоны на все то это вот это вот помещение полностью она будет все заставлено и как бы этими шаблонами я обхожусь одной трубой это сделаем уголочек начался зажимаем его хорошенько сгибаем материал неплохой гнется отлично привязываем вот так веревочкой далее сейчас мы будем делать вот такую ногу это ноги на кресло качалку то есть она проминается в размер вот вот эта часть выминается и одевается вот такая веревочка аккуратненько по размеру сгибаем то есть размер 38 сиденья не крепится и тут 22 у нас то есть вот этот размер прокручиваем его промеряем прокручиваем получается надо все это на веревочку вот мы взяли вот мы взяли вот так согнули и также веревочки связали все вот получилось нога все будем собирать кресло ну что как говорят погнали наши городских вот у нас наши уголки которые я замечательно согнул на шаблоне на этом находим вот это место изгиб это у нас будет место крепления распорки приблизительно середина вот его от него в эту сторону отмеряем 49 берем 49 49 и отмеряем эту часть отрезаем планочки идут разметку под планки 16 28 40 40 вот 49 мы отметили она здесь 49 57 и тут по 15 у нас 15 идет 15 от 40 57 идет 15 идет 30 и 5 вот это получилось у нас вот мы его отбили берем второй уголок представляем к нему разгибаем чтобы он такой же был немножечко вот он видите все в принципе разогнулся и уже по нему отбиваем второй уголок 35 40 35 где-то 30 толщина чем толще тем лучше просто не всегда нет но не всегда есть они но как бы стараться надо найти потолще вот отбиваем все чтобы ровно было все все так кто хочет может рулеточки также проверять но лучше вот так симметрично берем секатор секатор я могу 45 даже палки я спокойно перерезаю дело не в силе рук а дело в технику это за 20 лет уже выработалась как бы привычка нет ну такая техника как у спортсменов можно перерезать практически такие палки спокойно перерезаешь обычно секатором далее ноги которые мы также гнули на шаблоне берем вот эта часть 25 ровно отмечаем от нее 38 когда 38 когда 40 делаешь ну то есть все зависит от настроения от заказа клиента как клиент сказал кому-то повыше кто-то высокий ему повыше то есть сами смотрите это размеры произвольных я уже разметил далее так же смотрим вот так вот ставим их чтобы они были ровные рассмотрим метку в принципе нормальность вот эту меточку отрезаем далее отбиваем ее чтобы опять она была одинаковой чтобы до миллиметров все совпадало вот так раз подчертили получилась нога это вперед будет это за давайте делаем 38 сиденья вот я делаю 38 по сути когда вы научитесь научитесь работать делать эту мебель со временем вам не надо будет никакие шаблоны ничего любую палку можно просто пальцами выгнать придать ей размер она когда сырая отпаренная она очень поддатливая единственное она не любит резких движений 7 планок планки под задницу под спину ровные начинаем крутить наверно сверху со спинки берем вот так инструмент лучше аккумуляторный таскать с собой все эти провода очень тяжело по цене сейчас он практически одинаковый что как говорится сетевой шуруповерт цена 3-3,5 тысячи да следующий ролик я сниму ролики о рентабельности данного производства мы сядем с вами в спокойной обстановке возьмем фалькулятор посчитаем сколько денег уходит чтобы сделать кресло качалку сколько на нее надо материала трудозатрат налогов электричества и посчитаем в общем потому что многие люди спрашивают это если конечно залезть в интернет там такие суммы фигурируют что я должен ездить на бентли иметь собственный вертолет чего конечно у меня этого нету ничего и даже даже не снится даже в кошмарном сне что у меня собственный вертолет вот она начинает прорисовываться что-то начинает прорисовываться когда когда вы соберете каждую операцию выполните по сто раз появится у вас мышечная память вы будете собирать даже не глядя будете вот у меня тут телевизор я сижу смотрю телевизор там этого малахова какого-нибудь или что там собираю качалку так вот как никак у меня не хватало времени собрать ее как бы снять ролик из меня правда оператор еще монтер еще тот мы как-нибудь смонтируем да кстати вот расскажу вам про наш место где я сижу занимаюсь недалеко от нас находится изба нашего легендарного земляка илья муромец такой это село карачарво и вот у нас находится наше мелкое производство так что вот тут рядом за моими окнами когда-то бегал муромец Илья наш знаменитый так вот входит его сейчас родственники как бы прав с раз прав груди все живые тоже имеют очень хорошее здоровье людям по 80 лет они еще очень активно достаточно активные Наша земля здесь заряжает всех здоровьем, позитивом, дай бог у всех здоровья. Вот получилось у нас сиденье. Сейчас мы прикрутим ноги. Вот они ноги. Так засверливаем. Планка с самым большим изгибом идет сюда. Сюда идет только прямая планка. Мебелью начнем заниматься.